В Нью-Йорке в эти дни можно увидеть фотовыставку, организованную в поддержку Музея русского искусства в Джерси-Сити. В здании проходит ремонт, но этой осенью музей, он, кстати, празднует 30-летний юбилей, вновь откроет свои двери для посетителей. Ну а пока его руководство собирает интересных авторов на различных площадках Нью-Йорка. На этот раз выставка расположилась в галерее 547 в Манхэттене. Фотографии рассмотрела наш корреспондент Людмила Благонравова. 71-й год. Матч «Динамо-Торпеда». 20-й век, век футбола и кинематографа. На его снимках, как на ладони. Юрий Шаламов начал свою карьеру после Второй мировой. Работал в крупных советских изданиях. Софи Лорен попала в его объектив 45 лет назад. Фотография 65-го года. Софи Лорен приехала на международный кинофестиваль в Москву. И в Кремлевском дворце съездный я ее снял. Вот этот портрет сделан очень давно. Я даже имел возможность с ней посидеть рядом. До сих пор это помню. В 74-м Шаламов переехал на постоянное место жительства в США. Та же волна эмиграции вынесла на американский берег Леонида Лубиницкого. Вот фотография Иосифа Бродского, сделанная им в Нью-Йорке. А это молодой Михаил Барышников репетирует в Париже. Балет – один из самых благодарных предметов для фотосъемки. Вместе с тем один из самых сложных. Ведь танцовщики постоянно находятся в движении. Еще одному классику Льву Полякову удалось заснять красивейший момент номера «Нимфа и Минотавр» и удивительную улыбку Дюка Эллингтона. А вот никому неизвестные люди из российской глубинки. На выставке в галерее 547 представлены работы 11 мастеров. Это фотографии не только признанных мэтров, но и тех фотохудожников, которые относительно недавно начали свой творческий путь. Александр Мавшович начал снимать 5 лет назад. По профессии он врач, глазной хирург. Александр привык работать с малыми формами. Он, как никто другой, знает, что в небольших вещах порой отражается целый мир. И называется он не иначе, как… Утро. Я на самом деле у меня очень разные фотографии, но если вообще вещи, сделанные не на крови, не работают никогда. Ни стихи, ни поэзия, ни музыка, ни что. Вот то же самое с фотографией. На самом деле фото, графия – это писание светом. Если ты этот момент в себе не почувствовал, вот это как раз фотографии сердцем, ты никогда это не перенесешь на бумагу или на принт или на экран. Для Захара Гулько фотоискусство – основное занятие. Он снимает для таких компаний, как Лореаль и Ланком. Однако на стенах галерей – первые кадры, которые Захар сделал для себя. Для этого он специально ездил с друзьями в Аризону. У меня где-то 15 разных фотографий с этой серии. И все были сфотографированы в Аризоне. Некоторые на Грэнд Кэннион, некоторые на Энтелоп Кэннион. На выставке нашлось место не только для фотографий, но и для видеоинсталляции Игоря Малачевского. Экспозиция занимает два этажа галереи. И даже служебные помещения были использованы. Не совсем по назначению. Завтра, кстати, последний день, когда можно увидеть все эти работы. Но впереди еще много подобных проектов. Ведь совсем скоро вновь откроется Музей русского искусства в Нью-Джерси. Сейчас он закрыт на ремонт. Очень красивое место. Замечательный билдинг. 10 минут от Манхэттена. Рядом шикарная набережная. Деревья красивые. Это место совершенно преобразилось. Всех просим приехать. У нас будет открытие музея где-то в октябре. В сентябре музею исполняется 30 лет. В музее мы планируем проводить как художественные выставки, так и всевозможные культурные мероприятия, концерты, кинопоказы, видеопроекты, чтения литературные. Людмила Благонравова, Авиа Абрамов и Александр Павлов. НТВ Америка. Нью-Йорк.